Приветствую вас. Ситуация, конечно, непростая, потому что у мамы есть своя позиция, она своей позиции придерживается достаточно строго, четко и так далее. И, на мой взгляд, вы как-то вот с ней боретесь, потому что вам неприятно, вы боретесь потому что вам тяжело и, возможно, вы боретесь по некоммерческим причинам, о которых я не знаю. Но ключевой момент в том, что вы борете с мамой, видит вас, ну, кого-то вроде своего оппонента, хотя это может быть не так. Это может быть не так, это не должно быть так на самом деле. Вот. Ага. Момент здесь в том, что никакого совета, что делать, как себя вести нет, нет, потому что никто не знает, как вам вести себя. Это нормально. Мне кажется, что вот самый главный момент, на котором я хотел бы заострить ваше внимание, это то, что вы говорите, для меня это выглядит и на меня негатив. Это очень здорово, что вы это говорите. Это очень здорово, что вы все, что вы именно это высказываете. Потому что для вас это выглядит на вас негатив. Хорошо. Здорово. Теперь осталось разобраться в том, что это негатив и как он на вас влияет. Как получается, что в ответ на мамин реплики, которые может быть связаны с тем, что только так она умеет справляться с негативом, может быть связано это с тем, что она действительно за вас переживает. Может быть это связано с тем, что и вам тяжело жить вместе, да. Как так получается, что вы хотите оправдываться перед ней? Как так получается, что вы хотите доказывать ей, что она не права? Как так получается, что это вызывает у вас негативные ощущения? Вот что вас понят. Вас это задевает ведь? Вас это задевает. Вас это откровенно задевает. И на мой взгляд, работать нужно именно с этим. На мой взгляд, внимание уделять нужно именно этому. Потому что вас задевает, потому что вам неприятно, потому что вам тяжело и трудно. Это принципиальный и центральный момент. Сейчас вы пытаетесь сказать нам примерно следующее. Ну, мне, а нам пытаетесь сказать примерно следующее. Я не знаю, что мне делать со своими чувствами, которые у меня есть. Я не знаю, как вообще с ними справляться. Соответственно, подскажите, пожалуйста, психологи, как мне себя вести. А психологи, по крайней мере профессиональные специалисты, психотерапевты, это не те люди, которые будут подсказывать вам, как себя вести, что делать и так далее. Это люди, которые занимаются тем, что они помогают человеку лучше себя понять. И, наверное, моя задача, ну, поскольку отвечаю вам на вопрос я, моя задача заключается в том, чтобы помочь вам понять себя, разобраться в себе. Разобраться в том, что вы чувствуете, что вы ощущаете, что у вас внутри происходит в этот момент, когда мама начинает, ну, вот, как-то себя проявлять вот таким образом, да? Вот. Это, мне кажется, очень важный момент. Важный, чтобы обратить на него ваше внимание. Да, мама вмешивается в личные границы ваши, как мне кажется, связано это с тем, отчасти, что вы сами стараетесь своей личной границей подужать. На мой взгляд, особенно это чувствуется в том, что вы пишете в начале своего текста, а вы как-будто стараетесь угодить маме и её кумовьям. Мне так показалось. Вы стараетесь на них делать всё, и мама чувствует, что вы её подчинённые, что вы не на побегучках, что нет у мамы какого-то уважения к тому, что вы делаете. Из этого следует, что то, что вы делаете для человека, вы не подносите как свободный, как акт любви, вы подносите как акт либо угождение, либо акт подкрепления величия человека, для которого вы это делаете. На мой взгляд, связано это с тем, что вы не делаете того, что вы хотите делать для человека, не делаете того, что вы хотите делать искренне для человека, а делаете то, что надо делать. Вот если то, что надо делать, вы перестанете делать. Да, это будет больно, это будет неприятно, но зато, зато вы увидите, насколько у меня сейчас менялась ваша жизнь. И мне кажется так во всём. Мне кажется так во всём. Это, кстати, помогает избавиться в том числе от некоторых иллюзий относительно людей. Ну то есть вот, например, мне кажется, что где-то в предыдущей вы знаете, что ваша мама такая, и что она не переменится на октябрь, раз вы ждёте от неё какого-то другого поведения. Почему? Да, и разочаровывайтесь, когда этого не происходит. Происходит это, как мне кажется, во избежание боли. Боли от того, что мама не даёт вам того, что вы хотите, и от того, что сами вы на то, что хочется вам не обращайте внимания в полную меру. А хотите, чтобы мама вам, ну или мама, или кто-то другой подкрепила это, дала в качестве обратной связи. На мой взгляд, позиция более чем зависима. Даже из вашего текста следует, что вы оправдательные нотки, они ощущаются. Это касается ребёнка, это касается вашего способа расслабляться, отдыхать. Это касается ваших выборов, вашего чувства, ваших ощущений. Это касается вашего взаимодействия с ребёнком. Вот ощущается он, что вы оправдываетесь. И мне кажется, что вот первая реакция, которая вызывает оправдывающийся человек, их две. Это либо жалость, либо презрение. Причём жалость такая, унижающая достаточно. Так вот, мне кажется, что ваша мама, она вас то жалеет, то вот как-то презирает, ставит себя выше волос. Мне кажется, что происходит от того, в данном случае, что вы сами не совсем искренне в своём поведении. Возможно, вам действительно, ваш ребёнок, как бы это неприятно ни звучало, в чём-то не нравится, в чём-то он вам действительно мешает, в чём-то он вам действительно не нужен, но вы отчаянно это отрицаете. Другой человек ощущает вашу натуженность в поведении и озеркаливает вам её в виде вот таких вот нападок на вас. Это больно, это неприятно, но это та реальность, в которой мы живём. Мне кажется, что её нужно учитывать, если мы хотим чего-то добиться. Вот. Так что, первое, я бы сказал, что нарисуются ваши личные границы. Это вот необходимо тут на этом застрять внимание, необходимо лучше основать, что именно происходит, чтобы вы не ограничивались фразой, что я воспринимаю это как негатив, слитый на меня, чтобы это была более глубокая, более осознанная, более разносторонняя, обратная связь. Необходимо сблазморовать своё отношение к маме более, как мне кажется, сознательное и полное, более глубокое. Вот. И необходимо развивать лучше к себе отношение. В целом, восприятие отношения к себе более ценностное, более чувственное, более чуткое, более гуманное, чем сейчас. И вы увидите, как это благотворно сказывается на людях, которые рядом с вами находятся. Но я думаю, нужно учиться, это определённая работа. Поэтому... А. Обращайтесь за помощью к специалисту, которого выберете. Советы здесь не просто не помогут. Советы, мне кажется, здесь вредны. Вот. Ну, это вот то, как мне видится с моей вот такой точки зрения. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.